Сегодня была презентация моей книги «Как стать миллионером в Таджикистане». Представляете, вот такой очень большой магазин тут, как наш Ашан в России. Вы должны это почувствовать. Это как будто заново родишься. Сейчас я находился в образе 10 лет назад. Поэтому все эти вещи, объединяя, можно построить успех. Дорогие друзья, сейчас еду в Нью-Йорк. А вот это, это уже залив, да? Это океанная речка, да? Верозанно-бридж. Как называется? Верозанно-бридж? Верозанский мост. Вау, как красиво. Необычно, ребята. Очень красиво. Посмотрите, как круто. Это залив, да? Это океанная речка, да? Круто. Вот Нью-Йорк. Ребята, вот и Нью-Йорк. Вот с той страны, ну, чуть-чуть видно, наверное, да? Чуть-чуть. О, Манхэттен начинал. Вот Манхэттен. Манхэттен. Машал. Нью-Йорк, Манхэттен. Интересно, вот эти мосты надо же, смотришь, а? На посты же дороги. Ох, да, 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 да. Вот иногда сижу, думаю, надо же. Вот как будет свое время. Это же давно построили эти мосты дальше? Сколько-то лет назад? В 1800-е годах, да? В 1800-е годах. Сохтыги, Муртыги. А когда строили или что-то? Да, да, да. То есть? Он строил, а потом сказали, что он не прошел техосмотр. У него был инфаркт, у него был инфаркт, у него был инфаркт, а потом заново проверили. Человек, который построил, он инфаркт получил от того, что сказали, что не прошел это, да? Беспитание, техосмотр. Да, ты че? А потом заново проверили, оказывается, все нормально. Ай-яй-яй-яй. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас нахожусь в Лос-Анджелесе, штат Калифорнии, США. И побывал на несколько переговорах. Вот только вышли оттуда, и я думаю, вот знаете о чем? Насколько важной роль играет способности. Способности на первом месте, если есть выбор между способностями и ресурсами, способности на первом месте. Если способность есть, ресурсы всегда найдется. Ресурсы бывают, это связи, это технология, это деньги, это время, это, можно сказать, определенные навыки, умения и так далее. То есть это все ресурсы. Если желание есть, вы можете научиться. Если надо будет, вы найдете того. Если денег у вас нет, у кого-то они есть. Если вы не знаете кого-то, значит кто-то из кого-то, кто знает кого-то. Вот, поэтому все эти вещи, объединяя, можно построить успех. Это все срвет для успеха. Пишите в комментариях, как вы думаете об этом, как выделять это. Ребята, нахожусь в вот таком магазине. Каско называется, по-моему, да. Каско в этом. Вот такой, как большой такой магазин в этом Лос-Анджелесе. Очень-очень большой магазин. Все есть. Техника, продукты и так далее. Но мне говорят, что тут можно... Тут с карточками только зайдешь, покупаешь. Но говорят, что если ты что-то купил, но тебе что-то не понравилось и так далее, да ты хоть через полгода привези. Хоть через год привези. Привези, возврат сдавай. Чек, если у тебя в руках, тебе они возврат будут принимать. Я сижу, думаю, надо же, мир к этому идет. Представляете? Мир идет к тому, что уже клиент, его ценности на первое место начинает стоять. Какой-то необычный тиквы. Такого света тиквы впервые вижу. Мне так понравился этот свет, что остановился. Тут думал, давай-ка сниму. Представляете? Вот такой очень большой магазин. Тут как наш Ашан в России. Здравствуй, дорогие друзья. Сейчас нахожусь в штат Флорида, город Непал. Очень чистый город, очень замечательный город. Прямо в берегу, прямо океаном. Вот здесь залив есть Акаса, тут прямо пляж там рядом. Вот это все отели. Очень много людей приезжают сюда с разных стран мира. Здесь город Акаса такой, что большинство людей сюда приезжают уже, можно сказать, 40. Когда уже чуть-чуть состоятельные люди, когда уже наладили бизнес где-то. А потом сюда приезжают просто зимой жить. И даже после 40 лет приезжают здесь жить, чтобы просто очень спокойный город. Нету никакие пробки свободные и так далее. Но очень дорогой город. Потому что одни сюда приезжают состоятельные люди. И люди, которые в бизнес построили в других штатах. И сами зимой приезжают здесь, потому что здесь тепло. Если будете с США, приезжайте. Дорогие друзья, поприветствую вас. Я нахожусь в Таджикистане на нашем тренинге. Очень много людей приходит на нашем семинаре, на нашем тренинге. Я обучаюсь сейчас управлению финансовой грамотности. И говорю о том, как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев. Дорогие мои, вот практика, что показывает мой путь. Если вы не научитесь управлять своими желаниями, вы никогда не научитесь управлять деньгами. Если вы не научитесь управлять своим страхом, своим сомнением, страх критика, окружение и так далее. Тогда вы потеряете свою жизнь и всегда будете пытаться нравиться другим. Вы должны только нравиться самому себе. Больше всех обойти себя, не сравнивать себя ни с кем. Никогда. Вот это самый главный шанс, самый главный выбор для вас, чтобы достигать ту цель и ту мечту, которую вы хотите. Пишите об этом комментариях, что вы об этом думаете. Выбирайте цель. Каждый раз выбирайте цель, а не мнение других людей. Тогда вы добиваете больших результатов. Удачи! Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в Таджикистане. Сегодня была презентация моей книги «Как стать миллионером в Таджикистане». И слава богу, сегодня наш народ, очень много людей пришли, видите, места нету, сидит. Очень много забираем. И в этом театре были три балкома, все балкомы, залы, все полны. Это показатель того, что мой народ начал читать книги. Это показатель того, что в ближайшее время вы больше никогда в мире не видите таджикского народа грузчиком или черным работником. Спасибо! Дорогие друзья, с добрым утром и с душем Бе. Дорогие мои, сегодня такой замечательный день, что хотели с вами поприветствовать такое хорошее утро. Замечательные мысли. Создай свое счастье сам. Три важные вещи. Вердь в счастье, что она есть. Вердь в милости Всевышнего, что жизнь по отношению к вам всегда милостынь. Третий, вердь в том, что в конце концов все будет хорошо. Все то, что происходит с нами, вы это из воли Всевышнего, а его воля всегда желанна. Удачного дня вам. С добрым утром и с душами Бе. Аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У многих людей этого нет. Год назад у них было 10 тысяч долларов, спустя год его нет. Дорогие друзья, поприветствую вас из Турции, город Клис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, в общем, совсем недалеко от Сирии. По-моему, совсем недалеко. 7 километров, что ли, или сколько-то километров от Сирии, совсем рядом. Иногда порой вы не знаете, куда вас жизнь бросает, с какими людьми встретитесь. Вообще, что вас ожидает? Иногда в голову не приходит вообще, что ожидать тебя и с какими людьми можешь знакомиться и так далее. Поэтому вот жизнь наша со всеми его подъемами, падениями, она интересная. Жизнь наша со всеми своими неожиданными ситуациями интересная. Иногда порою не знаешь, от кого что ожидать, кто тебя поддерживает, кто тебя подводит. В комментариях пишите, что вы думаете об этом. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok по кругу по кругу полностью вот так сетками я закрыл 660 чем-то гектаров полностью сплошной здесь очень много всякие домашние животные могут ходить чтобы это все сохранилось знаете огромный труд очень очень много работы надо но зато так хорошо через два-три года я вам покажу как это выглядит это шикарно саде приходите к нам таджикистан вы увидите здесь очень красиво здравствуйте дорогие наши друзья я сегодня посетил свои родные места где я родился я родился в этом районе анинский район к шлаг дар сейчас я нахожусь искандар кули это искандар куль от имя искандар мах думе это александр македони свое время когда он завоевал проходил до индия и так далее он побывал в этих местах и назвали это озеро свои имя дорогие мои здесь очень хороший воздух очень хорошая природа посмотрите как зеркало нижней части верхней части совсем неописуемая природой ощущений дорогие мои если когда-либо побываете в таджикистане или планируете побывать обязательно посещайте искандар вы должны это почувствовать это как будто заново родишься успехов желаю вам приезжайте к нам в гости когда-нибудь намерение делайте до встречи здравствуйте дорогие друзья дорогие наши слушатели дорогие наши читатели вот сейчас с утра стою в окно смотрю море и думаю с каждым днем я убеждаюсь в том что насколько важно иметь человеческие ценности дорогие друзья поприветствую с газе антеп это турция здесь я сейчас нахожусь карван сарае здесь видите вот такие номера необычные это гостиница представьте он такое она была построена 1885 году внизу по моему лошади держали здесь все карете и так далее там вот там поле там здесь сейчас стекло закрыто дорогие мои я буду с 21 числа в ташкенте буду привести тренинги как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности я инвестор следующий мой тренинг будут я инвестор потом пятидневные наши мини мастер-класс для владельцев бизнесов и потом я буду за начинать новая группа годовое обучение для владельцев бизнеса добро пожаловать в ташкенте увидимся там пожалуйста обязательно старайтесь попасть на наши тренинги комментарии пишите по телефонам звоните а записывать себе мест блять сохраняйте гостиница была построена 1885 году представляете ребята не знаю почему то здесь три этажа вниз но не знаю что там входят внизу это не знаю вот такой стиль гостиница необычно да правда все номера вот такого арка все номера так сейчас я номер тоже потом покажу вам с 1885 году представьте 135 лет это в гостинице вот здесь холли такой такой большой холл посмотрите это карван сарай уставлете карван сарай вот так и здесь ресторан здесь можно покушать по моему выходе из туда холле виду покажу вам сейчас как там происходит здесь очень хорошо готовит общее сейчас я пойду посмотрю но запах шашлыка очень вкусно шашлыка пахнет сейчас посмотрю виду наружу покажу вам что там вот необычно красиво правда это в общем реально очень красиво я впервые карван сарае остановился это турция это это турция это я сейчас нахожусь в турции это знаете где это это газе антепе я так понял что в этом карван сарае раньше люди приходили здесь номерах они сами жили в номерах люди жили нам работают видите два этажа вот так лестница поднимается мне кажется что вот это стеклянный час наверное они потом делали вот люди сами там жили и лошади здесь было наверно раз телега здесь стоит это символ того карван сарая наверно вот лего стоят видите телега на меня здесь либо лошади внизу стояли либо здесь телеги да что-то такое вот телеги наверно здесь а там лошади внизу там по-моему венузе есть у них там какое-то место для этих лошадей и так далее как раньше было но красиво честно очень красиво шикарно необычно номера теплых людей удобнее если будете газонте по обязательно в этой гостинице останавливать вам понравится друзья сейчас прохожу по этой гостинице и думаю надо построить что-то такое на веках понимаете это камни все эти камни посмотрите на них эти камни они построены в 1885 году посмотрите да как это построено номера надо что-то построен на веках они на то что один день два дня могли использовать я тут хожу и наслаждаюсь это посмотрите как красиво за окно видно надеюсь очень красиво просто супер это какая-то дух история чувствуется чувствуется как будто ты на 100 200 лет пошел назад посмотрите какие номера у них там необычные номера знаете теплые вот так тепло еще эти номера вообще супер посмотрите потолок какой необычно вот так необычно общем мне это нравится такой как-то дух такое вдохновение такое вот если будете газонте по обязательно можете где-то нибудь таких места это останавливаться увидите дорогие друзья поприветствовать ташкента чудесный снег такой красивый очень очень красивый честно скажу вам такой душевный такой мягкий вообще просто чудо могу сказать что природе никогда не бывает что-то плохое каждый сезон года она по-своему красиво но только способный человек видеть эту красоту способен ли человек вдохновлять этим и получать от этого то что он хочет посмотрите какой мягкий красивый снег это чудо просто часа ташкенте пишите нравится ли вам каждый сезон года знаете иногда человеку не нравится что-то там снег или дождь или что-то или там даже жаркий день или что-то солнечный не потому что погода плохая а потому что в душе состояние человека плохой пишите комментарии как вы думаете об этом все отражение вашей душа отражается в природе и так далее добрый день дорогие наши друзья сейчас нахожусь лайнеры это за ташкентом есть такой хороший пансонат дом отдых хороший вот такие номера у них очень проводим очень хорошие номера очень хорошо кормит хороший ресторан тут все владельцы бизнеса здесь на учебе хочу вам поделиться с вами одной один из факторов наш мозг первое наш мозг оказывается не отличает реальности от фантазии от воображения чаще воображаете кем вы хотите стать чего хотите добиться второе на что вы фокусируете ваш мозг больше начнет это видеть если вы начнете заметить хорошее достоинство своего мужа или спруга вам больше их проявлять а если недостаток тоже начнете больше видеть третье мозг работает на автопилоте 90 процент вашей мысли это вчерашние мысли они повторяются поэтому чаще старайтесь новое окружение создать для себя чтобы изменить себя извинить свое будущее успехов вам дорогие друзья вот это штаб где все команда фильм софт-синемо который работает сейчас на фирме наставник все команды работают здесь в общем здесь разные все участники команды с фильмы которые режиссер снимал музаффар махудин вот и здесь все картинки которые все этот графики съемки и так далее снимать фильм огромный труд большая работа огромный труд дорогие друзья это словами не передавать сейчас я нахожусь образе 10 лет назад сегодня давлатов будут играть его образы когда когда пришел к маме и полно в долгах и трудности посвящая этот фильм дружным народом и снг поскольку только в дружбе можно обрести сын из жизни а также всем людям оказавшимся трудной ситуации успех в себе надо воспитать и я желаю вам удачи в этом